Все мы прекрасно знаем, что такое стартапы. Это временная структура, существующая для поиска и воспроизведения масштабируемой бизнес-модели. Ну ладно, мы все хоть раз слышали о стартапах. Если в вашей голове бурлят гениальные идеи, а руки так и чешутся создать продукт, который кардинально изменит мир, то, думаю, вам стоит задуматься о создании собственного стартапа. Стартап, слово, перекочевавшее к нам из английского языка лет пять назад, по сути подразумевает молодую и энергичную компанию, которая стремится в условиях большого риска за довольно короткие сроки создать успешный продукт. Главное отличие стартапов от любой начинающей компании в том, что они зачастую преследуют одну — новаторскую и революционную идею, а после достижения прекращают свое существование, так как их покупает более крупная компания. Нередко бывает и так, что стартап не достигает поставленной цели, или наоборот, оказывается настолько живучим, что в процессе стремительного развития превращается в полноценную компанию со своим продуктом. В Америке стартапы очень быстро приобрели большую популярность, поскольку крупные компании углядели в них возможность создавать новые продукты с минимумом риска. Самих же энтузиастов эта бизнес-модель привлекла обещанием крупного и быстрого заработка. Но, как и любая другая серьезная затея, стартап не лишен недостатков. По своей природе стартапы больше привлекают молодежь, так как подразумевает гибкий рабочий график. Работу в небольших группах, прямое общение между всеми участниками команды без бюрократических условностей, творческий рост, новые деловые связи и никакого строгого дресс-кода, что становится жизненно необходимым в особо жаркие дни. Но, несмотря на это, скоропалительные компании не могут гарантировать карьерный рост. Участникам приходится трудиться сверхурочно и порой без должного вознаграждения, при том, что никто не гарантирует в итоге успеха. Учтите, что для работы в стартапе нужно уметь очень быстро приспосабливаться к ситуации, учиться на ходу, быть стрессоустойчивым, находчивым и приприимчивым. Иначе вы не сможете пережить плавание в бурных водах океана, которого нет ни на одной карте. Что ж, если вы готовы рискнуть или, как выразился Рэй Брэдбери, вырастить крылья в прыжке с обрыва, то вот парочка принципов, которые сделают кисельные берега заветного стартапа чуточку ближе. Не секрет, что успешно любую авантюру делает ее лидер. Он должен быть находчив, предприимчив, убедителен, так как именно ему предстоит привлекать финансы в компанию, способен подстраиваться под изменчивую ситуацию и должен любить учиться. Но так как такие одаренные люди во все времена были сродни белому единорогу, то лучше, если в стартапе лидеров будет несколько. Более того, молодая компания гораздо больше выиграет, если будет поощрять тех, кто захочет взять на себя инициативу. Согласно статистике одного из передовых представителей стартап-движения Билла Гросса, главным ингредиентом их успеха является актуальность и своевременность. Вы должны правильно подгадать время для запуска нового продукта. Мир должен нуждаться в нем, пусть он сам этого еще не знает. Второй ключевой фактор – это команда энтузиастов, которые разделяют ваши взгляды и готовы трудиться, не щадя себя на общее благо. Эти люди должны мыслить новаторски и всегда быть готовыми действовать. Может, это вас удивит, но необычная идея стоит по значимости лишь на третьем месте. За ней следует четкий бизнес-план и денежные средства. Учтите, что стартапы выигрывают в том случае, если хорошо налажена их система. А это значит, что в них нет иерархии. Каждый из участников мыслит самостоятельно, а не подчиняется верхушке. Правила в коллективе достаточно просты и понятны, чтобы в них не запутаться. Все это и позволит мини-компании сохранить свою гибкость. В идеале стартапы – это обещание изменить мир к лучшему. При этом никто не может предсказать, чем все обернется в итоге. Да это и не нужно. Достаточно начать с малого, верить в собственные силы и помнить, что все стоящее не дается легко. Подумайте об этом. Ну и, конечно же, мыслите продуктивно. Продолжение следует...